Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям провели очередные учения для людей с ограниченными возможностями. По сценарию в квартире инвалида по зрению произошло возгорание. Первым делом специалисты разъяснили способы оперативного реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации. Эти работы по специальному сценарию были проведены в квартире инвалида по зрению первой группы Нышанку-Лябишевой, проживающей по улице Акказиева. Там экстренные службы показали, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Данные практические занятия имеют важную роль. Это не первое и не последнее такое мероприятие. Пожарные нам показали, что делать в случае возгорания, как себя вести. Главная задача сотрудников ПЧС – оперативно реагировать на пожар. В связи с этим основной целью проведения учебно-тренировочной работы является систематическое оперативное реагирование на случай возникновения пожара и предупреждения опасности. Мы сегодня на практике показали, как слепым слабовидящим людям вести себя при пожаре. Ведь даже самое небольшое возгорание, которое с легкостью потушить здоровый человек, слепой или слабовидящий, не в состоянии. Также специалисты отмечают, что в ближайшее время подобные учения будут продолжены. Специалисты призывают жителей и гостей города соблюдать правила пожарной безопасности. Ильдар Гизатлю, Назад Байтимир, Жамбл Ньюс.